Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще в начале весны, не сбылись. Как мы знаем, российские власти, и в том числе Владимир Путин, регулярно утверждают, что западные санкции не работают, и врагам России не удалось задушить ее экономику. Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло. Да мне плевать на эти санкции. Уверен, что такая же позиция и у президента Путина, и моих товарищей. Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. А вот просто свежие новости. Только голые цифры. Дыра в российском бюджете установила рекорд с дефолта 1998 года. Бюджетная катастрофа становится все ближе для правительства России, которое стремительно теряет доходы от экспорта нефти и газа и резко увеличивает траты на армию и силовые структуры. По итогам января дефицит федерального бюджета РФ составил 1,76 трлн рублей при доходах в 1,35 трлн рублей. За месяц власти потратили больше 3 трлн, а без обеспечения налоговой выручкой оказалось больше половины расходов казны. В традиционно благополучном январе это худший результат для бюджета по меньшей мере с 1998 года, который закончился для России дефолтом. В минусе по данным Минфина оказались все ключевые источники поступлений. Нефтегазовые доходы рухнули на 46% к прошлому году. Цена Юрлс, это российская нефть, опустилась до 49,5 долларов и оказалась на 20 долларов ниже заложенной в бюджет. Не нефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей и тоже снизились к январю 2022 года на 28% преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль. Поступление НДС это такой ключевой налог, который зашит в стоимость всех товаров и услуг и обеспечивает каждый пятый рубль доходов российского правительства. И вот эти поступления упали на 44%. Расходы правительства при этом подскочили на 58% до 3 трлн рублей, более чем 3, до 3,1. В результате дыра в бюджете за один месяц оказалась равна 60% годового плана. Просто вдумайтесь. Не получилось. А вот другая публикация с разъяснениями того, что происходит с российским бюджетом. Давайте теперь почитаем здесь. Чтобы было понятно по поводу бюджетного дефицита без малого в 1,8 трлн. Это больше половины от всего запланированного дефицита на 2023 год. Причин две. Резкий рост расходов на 70% год к году. И падение доходов. Минфин сообщил, что доходы от внешнеэкономической деятельности в январе 2023 года сократились почти в 2,2 раза. С доходами нефтегазовыми понятно. Эмбарго и вот это все. С эмбарго вообще интересно. Формально физический объем нефти Россия продолжает вывозить. То есть нефтяная олигархия продолжает зарабатывать свое. Но с бюджетными доходами что-то сильно не так. Но провалились и не нефтегазовые доходы. То есть никакого роста производства не произошло. Вернее производство-то было. Но не такое, с которого бюджет смог получить налоги. А все раздачи правительственных денег пошли не столько на инвестиции, сколько на перераспределение активов и компенсацию потерь уважаемым людям. Смотрите, все это просто официальные данные. И даже лояльные к Кремлю какие-то эксперты и экономисты сейчас прямо говорят, что это катастрофа. Потому что вот этого фонда национального благосостояния, где они откладывали на черный день, вот эти деньги накопленные за предыдущие годы от продажи газа и нефти, этого фонда при таких темпах расходов, нынешними темпами, его хватит до лета. А потом все, потом крах. Ну просто тупо нет денег в бюджете. Но это не шутки, да, это экономика. Экономика это наука. Это просто голая математика, которая не подчиняется чудесам, да, каким-то там, я не знаю, заклинаниям Соловьева или Киселева. Это просто математика. Выяснилось внезапно, да, российские патриоты открыли для себя, что оказывается война это очень затратная штука, которая просто опустошает бюджет нереальными темпами. И экономика не подчиняется вот этим полоумным военкорам, там каким-то, значит, Скобеевой, я не знаю, кому-то, Витязевой, кто там у них еще есть, да, которые кричат, что мы сейчас, да, мы поднимемся, мы мобилизуемся. Да не бывает чудес в экономике, в математике. Есть цифры 2 плюс 2, это всегда 4 и так далее. Поэтому сколько бы они ни кричали, сколько бы ни орали, ничего не изменится, пока они не прекратят эту войну, потому что невозможно развиваться, невозможно богатеть, да, невозможно нормально работать, когда ты враждуешь, разрываешь отношения со всем цивилизованным миром. То есть, либо ты сотрудничаешь со всеми, обмениваешься технологиями, торгуешь, и тогда ты развиваешься. Либо, если ты ведешь себя неадекватно, если ты со всеми ссоришься, всем угрожаешь, на всех бросаешься, тебя изолируют как душевно больного, и тогда ни о каком развитии речи быть не может. Именно поэтому я говорил с самого первого дня, что Россия проиграла только, когда влезла в Украину. Потому что там не было даже важно, как будет это наступление развиваться. Ну да, так они захватили 2,5 области, ну а захватили бы, к примеру, 8. И что бы это поменяло? Да ничего, точно так же санкции рано или поздно бы Россию задушили, наступил бы этот крах, и пришлось бы уходить, и пришлось бы договариваться, потому что, ну, неоткуда просто взять деньги с такой политикой, с таким подходом, когда ты ведешь себя как просто полоумный, агрессивный, какой-то неуправляемый, неадекватный шизофреник. Да, санкции не работают быстро, к сожалению. Нам всем хотелось, чтобы это все еще там в марте-апреле прошлого года рухнуло у России. Ну, не бывает так, да, они работают медленно, но неотвратимо. И мы видим, что да, неотвратимо. Именно поэтому не будет никакого восстановления Донбасса, о чем я говорю. Да, я говорю это не потому, что я злой или я там Донбасс не люблю, а потому что, опять же, математика. Ну, когда такой дефицит, когда не хватает там триллионов рублей, да, в бюджете, а на восстановление одного Мариуполя эти триллионы нужны, ну, неоткуда их взять, не будут они ничего восстанавливать, не будет никакого восстановления Северодонецка, там, Солидара и так далее. Просто денег уже сейчас нет. Их тем более не будет до тех пор, пока просто Россия не прекратит эту агрессию и не уберется с нашей территории. Дальше тогда будут сниматься санкции и так далее. Именно поэтому, кстати, сейчас и ведутся вот эти разговоры о массированном новом наступлении. Это просто такое отчаяние. То есть, они понимают, что у них несколько месяцев осталось до полного краха. И они теперь пытаются организовать вот это в отчаянное наступление. Не хватает техники, там, оружия. Все равно они погонят этих неподготовленных солдат, погонят пехоту, лишь бы просто занять какие-то позиции, чтобы что-то выторговать. Такая вот последняя такая попытка, потому что, ну, им надо что-то делать. Они сами не понимают, как выходить из этой ситуации. А создали они ее себе сами, целиком и полностью, своими же руками, по своей собственной тупости. Могли спокойно там себе сидеть, никто бы их не трогал, воровали бы там свои бюджеты, строили бы свои дворцы, покупали яхты. Нет, захотелось, значит, напасть на другую страну, поиграть в войну, показать, какие они крутые. Ну, результат мы видим как бы просто в цифрах. Опять же говорю, не эмоции, а просто цифры. Подписывайтесь на канал, друзья, будем дальше наблюдать за тем, как будут эти события развиваться. Оставьте комментарий, поставьте лайк к этому видео, это поможет ему охватить как можно большую аудиторию. А тема важная, и важно, чтобы как можно больше людей знали, что происходит. Субтитры создавал DimaTorzok